Смотрите прямо сейчас в проекте Front News уникальные кадры реальных боев на Донбассе. Вооруженные силы Украины в прямом смысле жгут землю под ногами агрессоров. Армия Путина бежит так, что аж пятки сверкают. Ведь украинский плен – единственный шанс выжить. Враг сходит с ума и звереет от бессилия. Под огнем и наша съемочная группа. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Слава Украине! Героям слава! 15-й месяц полномасштабной войны. 15-й месяц героического сопротивления украинских вооруженных сил и всего украинского народа против армии Владимира Путина. Приветствую! Это Front News. С вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. И начинаем сразу же с эксклюзивного материала из пылающего украинского Донбасса. И даже погода тут явно не радует путинскую армию. Ведь украинские вооруженные силы с железным градом накрыли вражеские войска. И похоже, что от таких горячих осадков враг окончательно обезумел. Хотя, казалось бы, куда уж далее. И устроил настоящую охоту. Так вот, вы только вдумайтесь. Для того, чтобы обезвредить одну единственную установку украинского града, агрессоры достали из закромов родины и ударили целым зенитно-ракетным комплексом С-300. Но и это вражеской армии, конечно же, ожидаемо не помогло. Впрочем, хватит разговоров. Лучше же один раз увидеть. И прямо сейчас у вас будет такая возможность. Вот таким заряженным до предела этот град бывает нечасто. Мы работаем сейчас точечными... Сейчас мы работаем точечным поражением противника бронемашин. По танкам иногда. Небольшому скоплению живой силы. И работает настолько метко, что за экипажем россияне начали настоящую охоту. Это машина, он два метра перед... Вот машина. Оно в двух метрах от нее взорвалось. С той стороны летело, а машина туда ехала. Российский ланцет, видимо, руками пионеров креяли. Фанерка, манерка. Но долетает. Эффективность имеют. В этот день, за час до беспилотника, враг пытался достать ребят ракеты. Вот эта огромная воронка – яркий пример работы наших реактивных. Россияне, чтобы уничтожить один град, выпустили целую С-300. Не попали. Целую С-300. Не влучили? Сегодня у нас тоже есть работа. В этот раз будут работать точечно. В этот хмурый прохладный день реактивщики-синоптики с 59-й бригады прогнозируют для российской нечисти осадки в виде градов. Одновременно с реактивщиками отдельную мощную партию в симфоническом оркестре нашей артиллерии на этом участке фронта играет ее ствольная часть. У одного из бойцов сегодня посвящение в артиллеристы. Его первый выстрел. Эмоции просто зашкаливают. Когда пробуешь один раз, хочется еще, еще, еще. Это просто. Нет слов. Еще и еще на карте в телефоне прилетают цели от разведки. Вместо корректировок совершенно новые координаты с полным перенесением огня. Это значит, что предыдущие цели поражены. 1.27. Заряжай. Интенсивность работы ребят увеличивается, когда враг пытается штурмовать. Где-то какие-то группки лезут, где-то колонны. Хотят штурм устроить, поэтому и лезут к нам. Мы перерываем. Бабах туда им. В принципе, их наступление длится 20 минут. Потом они убегают. Горят они. Их техника. Я вообще не понимаю их смысл. Чего они сюда лезут? И пушкам 100Б и снаряды к ней трофейные. Российского производства. Российского производства. Их делают сами россияне. И это получается. Мы просто где-то у них отжали. И теперь по ним работаем. Точно так же и этом 100Б была отжата у них под Херсоном. Товарищи отжали. И теперь мы активно ею по ним работаем. Если бы оккупанты знали, сколько с этой пушки сожгут их самих, наверное, бы подорвали во время отступления. Можно сказать, как снайперка. Один-два снаряда. Пристрелку сделали. Первый бах. Второй. Пристрелка. Поправку дали. И сразу в цель. Хорошая пушка. Но главное для наших ребят, с этой пушки им есть чем стрелять. Снарядного голода, как такового, у нас нет. У нас снарядов достаточно. У нас все хорошо. Хватает. На сегодняшний день, именно на сегодняшний, я могу честно сказать, что у нас боеприпасов больше. Поэтому ходить оккупантам свободно по нашей земле точно не светит. Ну что ж, как мы увидели, враг может сколько угодно пытаться теми же С-300 терроризировать мирное население Украины или же обстреливать позиции и военную технику наших защитников. Все это не имеет смысла. На украинской земле агрессоров ждет или смерть, или плен. А сейчас мы переносимся и детальнейшим образом анализируем оперативную обстановку на Марьинском направлении. Военный террор, жестокие и подлые обстрелы, к сожалению, продолжаются. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки в районе Марьинки. Также вражеским обстрелам подверглись острая Георгиевка и победа Донецкой области. Наши десантники держат оборону украинской Марьинки. Той самой Марьинки, которую враг в буквальном, а не в переносном смысле стирает с лица земли. В следующем сюжете наших коллег с военного телевидения Украины вы увидите ужасающие кадры того, что русский мир сделал с некогда цветущим украинским городом. Это не кадры голливудского фильма ужасов, это реальное олицетворение кремлевской нечисти. Такое невозможно простить и, конечно же, все причастные к этому геноциду украинского народа обязательно понесут ответственность. И самое главное, сейчас вы увидите тех, кто ежедневно в условиях адской смертельной опасности защищает родную страну от всей этой путинской своры. Слава украинским героям! Сейчас мы находимся на подъезде к Марьинке. В саму Марьинку проехать практически невозможно. Ребята добираются к позициям ночью и в большинстве случаев бронетехникой. Но в последнее время враг обстреливает и единственную дорогу, которая ведет к Марьинке. Поэтому ребятам более безопасно добираться к позициям пешком со всем снаряжением, точно так же и выходить. Сегодня нам повезло пообщаться с ребятами, которые вышли с Марьинки и которые расскажут о боях, которые там точатся. Буквально сегодня утром мы пришли с Марьинки, прошлись пешком. Дальше машина приезжает, нас забирает. Это нужно пройтись там первых два километра. Когда ты полностью в снаряжении, я даже взвешивался, это 30 с чем-то килограмм. Пройти около трех километров туда, то какой ты туда приедешь? На что ты будешь способен и как дальше продолжать свою службу? Хочется немного отдохнуть. А ты как раз пришел заниматься совсем другими делами. Я когда заводил людей на позиции, некоторые даже туда не доходили. Они становились трехсотыми, не доходя до позиции. Сказать, что там все хорошо, ну относительно. Хорошего ничего, потому что везде руины, инфраструктуры практически нет. Это разруха, это фактически то же самое, что вы сейчас видите, а бывает еще хуже. Ее уже стерли с лица земли, там уже нету ни одного здания, осталось лишь несколько подвалов. Мы практически всегда под обстрелами. Самое страшное, что там есть, это их танки и бэхи, потому что танк приезжает где-то два раза в день. Бэха два-три. К примеру, вчера утром лежали, бах, и дырка диаметром метр. Три стены. Раньше обзора не было, зато теперь есть. Паники не нужно, не надо через окно откуда-то бежать, потому что есть у них много разного оружия. Посечет осколками или что-то еще. Мы держимся, арта отработала. Попали, отогнали. Нужно хорошо слушать. Треба хорошо слушать. Враги наступают. Враг наступает. Наступают то ли с каким-то особым азартом, то ли под действием каких-то психотропных препаратов. Потому что нормальный, адекватный человек так лезть не будет. Они подходят на расстояние восьми метров. И входят на расстояние восьми метров. Ну, держать нужно. Мы не можем так просто отойти. У нас есть левый фланг, у нас есть правый фланг. Если мы отойдем, мы подставляем тех, кто справа, и тех, кто слева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как бороться с этим злом? Все очевидно. Наступление теплой и сухой погоды плюс массированная помощь союзникам арт-системами и особенно боеприпасами. Это те две вещи, которые больше всего ожидают бойцы на Юго-Восточном театре боевых действий. Как только первое и второе сойдутся во времени и в конкретном месте, оккупанты почувствуют это мгновенно. Им это очень не понравится, говорят войны 68-й и егерской бригады. Далее репортаж с фронта от корреспондента ТСН Антона Кацуконя. Богоявленко. Небольшой, когда-то уютный поселок вблизи Угледара. Статус прифронтового имеет уже более года, и за это время внешний вид населенного пункта существенно изменился. На каждой улице разбитые, сожженные и иссеченные осколками дома, которые годами прихорашивали их владельцы. Во дворах среди кирпича и шифера цветут аккуратно посаженные клумбы. Любят здесь цветы. Но вот это вот солнце. Но вот это вот солнце, небо голубое, птички поют, весна, да? Вот цветы, я люблю цветы, их у меня много, да? Все цветет, вот думаешь, мир, хорошо, прекрасно, а потом, знаешь, так ба-бах, и понимаешь, что это опять война. Это все на войне. Это все на войне. Война не дает о себе забыть. Когда громче, когда тише, но точно каждый день. Было полторы тысячи, сейчас 240 человек. Мы все сплотились, стараемся друг другу помогать. Местные организовали пункт несокрушимости с пищей, лекарствами и средствами гигиены. Также создали две ремонтные бригады, которые в прифронтовом селе обеспечивают настоящую роскошь. Свет есть, самое главное. Вода есть пока. Ну, бывает такое, что нету, но ребята быстро починят. Спасибо им, нашим местным ребятам. В последнее время массовых артиллерийских обстрелов оккупанты не практикуют. Далеко. Но как-то возле этого места прилетело очень близко. Для российских поборников православия церкви тоже цель. По всему зданию десятки, если не сотни отверстий от осколков. По церковному двору враг применил нечто сверхтяжелое. Это что-то серьезное. Это что-то выпащено, не пойми откуда. Это не артиллерия. Это, кажется, какая-то бомба или ракета крылатая. В другой раз той ракеты или авиабомбы россияне таки попали в другое здание. От взрыва его сложило вплоть до подвала. Это какая-то бетонобойная или что? Я не разбираюсь в том. Но они же умеют придумывать что-то для смерти, чтобы уничтожать людей. Там у них хватает фантазии. Я не знаю. До сих пор хватает оккупанты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Семечек. Они просто тупо забрасывают нас. И если нам помогут в арте, я думаю, они будут бежать. Сами по себе они трусы. Плюс нет мотивации. Они не знают, для чего здесь стоят. Пусть только иностранная арта подъедет, да еще и почва подсохнет. Вот тогда наши армейцы обещают россиянам совсем другую войну. А прямо сейчас детально про ситуацию на Лиманском направлении. Это еще одна краеугольная цель для вражеской армии. Соответственно, обстановка и тут накалена до предела. Окупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанесли также авиаудары вблизи Грековки, Верхнекаменского, Спирного и Белогоровки. Артиллерийским обстрелом подверглись Макеевка и Невская Луганской области, а также Белогоровка, Торская, Серебренка, Верхнекаменская, Спирная, Берестовая и Веселая Донецкой области. Украинские пехотинцы. Те самые герои, храбрые защитники, настоящие мужчины, у которых недавно был профессиональный праздник. Даже невозможно переоценить их вклад в будущую украинскую победу над подлым, циничным и беспринципным российским врагом. Наша пехота блестяще делает свою работу на каждом направлении боевых действий, в частности, вблизи временно оккупированной украинской Горловки. Корреспондент ТСН Антон Кацуконь побывал на позициях бойцов Королевской бригады, с которых даже уже видна наша Горловка. Враг ведет нещадные обстрелы по этим самым позициям, но наши солдаты выдержат. Ведь воюют они не за награды и титулы, а за будущее своих детей. Уникальный материал с передовой вашему вниманию прямо сейчас. С этих позиций в бинокль хорошо просматривается город, который уже 9 лет в оккупации. Горловку. Начало ее. Первые кварталы. Этот небольшой участок фронта, который сейчас держат бойцы Королевской бригады, без преувеличения является уникальным. Ребята из Королевской бригады, которые держат здесь позиции, сторожилы. Линия фронта здесь не менялась еще со времен АТО. Можно только представить, сколько тонн вражеского железа за все время выдержали на себе эти окопы. Уже были прилеты, прямое попадание в блиндаж. Ну, выдержало, просто лишь порох поднялся, да и все. А прилетала и прилетает сюда чуть ли не вся смертельная номенклатура российского военпрома. Каждый день летают те же дроны, каждый день работает их артиллерия, минометчики работают, каждый день работают РСЗО. Но наши каждый раз заставляют недруга жалеть, что начал обстрел. Они иногда начинают просто канонады из выстрелов. Наши ребята их пресекают, и уже бывает просто, что они прекращают огонь, чтобы мы прекращали. Но мы не прекращаем, мы уже как вошли в кураж, то мы отстреливаем всех. Россияне, которые привыкли к безлимиту арт-снарядов, на этом отрезке фронта вынуждены искренне удивляться. Преимущество в артиллерии за нами. Больше, наверное, нашей работы, чем их. Это можно сказать на сегодняшний день на этом направлении, наверное. Королевичи здесь прочно держат доминирующую высоту, поэтому россияне в штурмы не ходят. Несколько раз только пытались прощупать оборону. Лезут на пулемет и их офицер. Пошли, пошли. Нам все еще слышно их было. Сейчас еще немножечко, еще немножечко. Окупанты такие смешные, они такие шумные, капец. Как в Европе уже слышно, что это россиянин, так и здесь. Они ведут себя так шумно, что их слышно на сотни метров. Время от времени, странными жестами доброй воли, оккупанты помогают нашим ребятам. Этот фактор мы объяснить не можем, потому что мы смотрим позиции противника слева-справа. Они запускают пулеметную очередь трассерами. И им сразу их же дают в ответ. То есть начинают бой и бросают гранату. И просто бой заканчивают. Ну, упрощают нам ситуацию немного. Большинство бойцов королевской бригады никогда не были в Горловке. Но имеют непреодолимое желание прогуляться по ее улицам. От 1000 до 1300 метров. От 1000 до 1300 метров. Возможно, сейчас где-то расстояние это сократится где-то на каких-то 500-400 метров. Оно будет меняться. Уже пришло время, чтобы это расстояние к ним сокращать. Ну и, соответственно, сокращать расстояние до Горловки. Пехотинцы в свой праздник продолжают держать рубежи. А вот их коллеги, которым выпало несколько дней передышки, собрались на бригадные торжества. Такие, как вы творите историю. Поэтому пехота – это основа хребет вооруженных сил Украины. Один за другим эти стальные храбрые люди идут за своими наградами. Будем жить. По-любому. Еще будем уничтожать противника. Служу народу Украины. И каждый тот почетный знак или медаль политы потом и кровью пехоты. Самую большую работу делают ребята из пехоты. Поверьте мне, самую большую. Как останавливают те танки, как борются в городах – это все делает пехота. В местах это все делает пехота. Праздники проходят, а ежедневный героический труд пехоты продолжается. Слава Украине! Слава Украине! Героям слава! Это настоящий ад на земле. Мы о том, что сейчас происходит на том самом бахмутском направлении. Сложно описать словами, сквозь какое пекло проходят вооруженные силы Украины, сдерживая вражеские атаки. Противник продолжает наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. Также враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая гора, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часовьяр, Константиновка, Александра Шультино, Южная, Торецк, Северная и Нью-Йорк, Донецкой области. Несмотря на весь этот ужас, Бахмут остается украинским городом-крепостью. Бои идут фактически за каждую улицу. На позициях украинских минометчиков смогли побывать наши коллеги с военного телевидения Украины. Сейчас вы в очередной раз убедитесь, насколько монолитно и слаженно работают на передовой наши защитники. Те самые минометчики, операторы дронов, пехотинцы. Тут каждый знает свое дело и делает его. И да, нашим героям сейчас очень непросто, но Бахмут держится и будет держаться. Поверьте, украинские снаряды попадут точно в цель. Впрочем, сейчас вы в этом убедитесь. Вокруг Бахмута сейчас точатся ожесточенные бои. Съемочная группа военного телевидения выдвигается к подразделению, которое держит оборону в пригороде. Но сначала заглядываем в пункт управления. Когда выйдет карета, доложить. Наши подразделения выполняют задачу по обороне дороги на Хромове. Чем она важна? Важна поставка и жизнью Бахмута, эвакуация, поставка боеприпасов, продовольствие. Тяжело ее держать? В чем сложность? Сложность в том, что подразделения Вагнера бросили основные силы на Бахмут и на этот участок дороги. Пункт управления поддерживает постоянную коммуникацию с подразделениями. Операторы беспилотника в реальном времени следят за позициями как наших войск, так и вражеских. Отсюда можно корректировать огонь артиллерии, координировать пехоту и оценивать обстановку для планирования боев. Это даёт возможность нашей пехоте видеть передвижение врага, уничтожить его на ранних стадиях, еще на подходе к ним. Опять-таки, сохранить нашу пехоту, ну и отбить у них желание продолжить наступление дальше. Мы направляемся на позиции минометчиков. Вероятность попасть под вражеские обстрелы здесь очень большая, поэтому передвигаемся на бронетранспортере. Первое, что замечаешь на позициях минометчиков – украинский флаг. Ребята говорят, что он мотивирует, а военнослужащий БИМА проводит нас к своему месту силы. Тут вот осколочек, вот зажигалочки, вот осколок, там тоже осколок, дым, свет. То есть у нас все лежит по порядку. О минах, утверждают военные, необходимо заботиться, держать в сухом месте, сортировать и перед выстрелом протирать. Чтобы в ствол не попадала грязь, оно же грязь, понимаете, оно уже не то, ну как автомат, клинит, может заклинуть. А когда оно во время боя, делать аборт – это время, это опять же, пацаны палятся, то есть это опасно. Мы предостерегаем все возможные такие моменты, чтобы пустеречь себя от опасности. Работают минометчики круглосуточно. Говорят, что заданий много. Ну сегодня за 20 штук здесь выкинули. Ну сегодня где-то 20 штук выкинули. Последние три дня работы много. Как-то активизировались они на этом направлении. Пока общались, ребята получили координаты целей. По хорошей традиции имеем возможность передать оккупантам привет. Ребята пообещали, что наши огненные подарки доставят точно в цель. Запорожское и Херсонское направления с первого же дня полномасштабной войны подверглись жесточайшим вражеским обстрелам и бомбежкам. Прошло больше года, но ситуация и сейчас остается крайне тяжелой. Враг продолжает бесчинствовать. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. При этом наносят авиаудары по районам Малой Токмачки, Амельника и Кизамыса. Обстреляны также населенные пункты Времовка и Новополь, Донецкой области, Ольговская, Гуляйполе, Железнодорожная, Гуляйпольская, Белогорье, Малая Токмачка и Каменская, Запорожской области. А еще Никополь, Днепропетровской, Золотая Балка, Веселая, Львовская, Ивановка, Антоновка, Днепровская, Кизамыс, Херсонской области и сам город Херсон. Выбить врага с левого берега реки Днепр. Вот важнейшая задача, которая сейчас стоит перед украинскими вооруженными силами на Херсонщине. И каждый день наши герои делают все возможное и даже невозможное, чтобы воплотить эту цель в реальность. Буксируемая гаубица калибра 155 мм под названием М3-7, она же по-простому три топора, верная подруга украинских защитников и в то же время настоящая черная метка для врага. А знаете почему? Сейчас вас ждет показательный сюжет от корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой. Вы сможете лицезреть, как именно те самые три топора помогают вооруженным силам Украины освобождать родную землю. Увидите в режиме онлайн, как эта гаубица разбивает вражеские склады с боеприпасами и базы дислоцирования вражеской армии. Одним словом, агрессором будет, ох, как не сладко. Огненные кадры самого пекла войны. Смотрите прямо сейчас в нашем следующем сюжете. Когда клин закрывается, за него дергают щелчок и происходит выстрел. Точная, эффективная и прицельная гаубица М3-7 умело работает на херсонском направлении фронта. Скорость – это одно из главных преимуществ четырехтонной пушки с цифровой системой управления. От получения команды до выстрела проходит несколько минут, одна-две, чтобы враг не успел переместиться, сменить локацию. Командир артиллерийского расчета Евгений проверяет пушку каждый раз перед выездом на боевые позиции. От плотности выстрелов по россиянам на этом направлении фронта ей уже меняли ствол. Чтобы каждый снаряд попадал точно в цель, работу пушкарей корректирует аэроразведка. Результат своей работы артиллеристы видят почти сразу. Пока снаряд летит, это 144 секунды, 150 секунд и сразу подтверждение, что попали. Разрыв, не разрыв. И через минуту видео сбрасывают. Вражеские пункты, дислокации, склады с боеприпасами и тяжелая техника россиян. Это цели, которые она может уничтожить с первого и единственного выстрела. На днях этот расчет накрыл несколько боевых бронемашин и расположение россиян на левом берегу реки Днепр. На видео видно, как уцелевшие оккупанты быстро перематывают друг друга и убегают от изуродованной техники. Направляет высокоточные боеприпасы на головы россиянам военный из Хмельницкой области Павел. В армии боец с самого начала большой войны. Работаем, когда у нас есть цели. Это может быть и утро, и день, и поздняя ночь. Красивая местность здесь. Хорошие очень восходы и закаты солнца. Любоваться видами Херсончины, но уже без российских захватчиков, пушкарям помогают высокоточные боеприпасы калибра 155 мм. Дальность зависит от типа снаряда. Дальность полета до 30 км. Сверху еще накручиваем взрыватель специальный, приводящий в действие весь процесс. Мы каждый день стараемся приносить свой вклад в эту работу. Всю работу. Артиллерист Иван на позывной «Пес» в составе ВСУ с начала Великой войны. В мирной жизни был строителем. Теперь отвечает за подготовку снарядов к бою. Мы заряжаем капсюль. Мы заряжаем капсюль, он стреляет, и снаряд отправляется туда в качестве подарка нашим неприятелям. Нашим неприятелям. Этим мы в последнее время работаем постоянно. Это экономит и ресурсы, и время. Кто быстрее, кто точнее, тот и побеждает. Это благодаря этим системам и пушкам, которые предоставляют партнеры. Без них было бы трудно. Высокоточные иностранные боеприпасы в 155 мм, которые ВСУ имеют на вооружении этих пушек, с первого выстрела поражают технику российских войск и уменьшают количество оккупантов на украинской земле. От эффективной работы этих артиллеристов, кроме обороны нашей линии фронта, зависит жизнь и здоровье гражданских жителей, возвращающихся в деоккупированные общины Херсонщины. Это доставляет удовольствие, как и любому военнослужащему, особенно если это крупная цель, типа ЗРК или РЭП. На сегодня все, но уже очень скоро в программе «Фронт Ньюз» новые уникальные материалы наших журналистов и самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких.